МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я давно вынашивала идею написания книги, какой-то инструкции для будущих молодоженов, чтобы в каком-то труде были собраны рекомендации молодоженам по поводу того, как правильно организовать свадьбу, по поводу того, какие есть секретики у ведущих, какие есть секретики вообще в свадебной подготовке. Потому что когда будущие молодожены с родителями общаются со своим организатором, невозможно на одной встрече ответить на все вопросы. Невозможно в рамках одной встречи осветить все то, что можно провести на свадьбе. Что нужно обсудить с фотографом? Чем удивить гостей? В каком стиле сделать торжество? Автор книги учла практически все возможные аспекты в планировании свадьбы, начиная от мальчишника и девичника и заканчивая свадебным тортом. Я обнаружила, что наши молодожены не умеют ломать калачи или не знают, что такое жемны. Это хлебобулочные изделия, в которые помещаются свечи наношей. То есть порой сами наноши не знают, что от них требуется. Поэтому я давно даже сделала такие слайды, например, функция родителей. Что делают родители? Они переживают, что им надо делать, когда они говорят тост. Что такое жемны? Порой молодежь не знает. Функция наношей. Из чего состоит функция наношей? И когда мы их встречаем, тоже специально сделала такой слайд. И присылаю молодоженам. И очень удобно. Кроме того, книга может стать хорошим путеводителем для тех, кто только начинает свою карьеру ведущего или организатора. Краткое описание традиций молдавских свадеб и советы будущим молодоженам помогут новичкам лучше понять особенности нашей культуры. Чем больше молодожены знают, тем больше они креативят. Я за то, чтобы у нас в Молдове были замечательные креативные свадьбы, потому что весть о наших свадьбах идет далеко-далеко за пределы Молдовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова